Ветер и жара со временем рушат ландшафт, вода вымывает скалы и пещеры, а человек строит дома, вручную исправляет ландшафт. Это своего рода записи, отметины в пространстве, которые несут за собой историю. И глядя на эти записи, вам всегда любопытно узнать, что случилось. Наверняка вы слышали о повествовании через окружение, маленькие истории, которые рассказывает игровой мир через расположение вещей, предметов, пейзажи и так далее. И казалось бы, это легко, раскидай предметы, придумай говорящие детали, но откуда их брать? Просто переносить референсы? Вроде годится, но годится ли сеттинг игры для истории, которую вы скопировали? Не получится ли все чужеродным, не сочетающимся? Например, Эликс от Пиранья Байтс ругали за отсутствие цельности. А все потому, что культуры трех фракций были слишком изолированы друг от друга. Это просто попытка совместить условный sci-fi, фэнтези и постапокалиптику, но без точки соприкосновения. Даже архитектура каждого из сеттингов ощущается как рискины. В этих локациях нет каких-либо структурных различий. Привет, с вами Алексей Луцай, а смонтировал ролик Игорь Максимов. В этом видео я расскажу, как следует подходить к художественному воплощению уровней и сцен, а для убедительности проконсультировался у художницы уровней Мора и Атомик Харт Лены Кондрашиной. Для начала у любых художественных украшений на уровне или декорации должна быть причина. Брошенные пикапы в захолустье расскажут, что в этом месте люди предпочитали надежные авто, куда можно посадить всю семью. Украшенные цветами и растениями дома расскажут о природе места. Объявления в несколько слоев, которые клеят друг на друга, хорошо опишут район, где люди, например, постоянно снимают квартиры или тут много воруют, пропадают другие люди. Либо здесь можно найти дешевое и некачественное удовольствие. Граффити на стенах, которые неумело замазывает сотрудник жилконторы, рассказывают про общество очень красноречиво. Мало того, реалистичное пространство никогда не замирает во времени. Древние реликвии, священные для какого-то народа, однажды станут добычей для искателей приключений. Завод, который кормил небольшой городок, местом столкновения идеологии во время забастовок. Храмы и здания для набожных людей заполняют истязатели и монстры. Это как побочный эффект фанатичной веры. Что-то было одним и со временем стало другим. Вот драматургия места для художника и дизайнера. Чистый геймплей важен, но те же игровые механики в Dark Souls и подобных играх обретают смысл, когда вы думаете об окружающем мире, иначе это всего лишь спорт. По сути, художник берет какое-то обычное место типа храма и привязывает к нему события. В играх от From Software архитектура и пространство запоминаются благодаря тем же боссам. За каждым из них история, часть которой как раз рассказывает окружение. Ну или банальный пример из кино. В побеге из Шаушенко заключенный Брукс, который большую часть жизни провел в тюрьме, повесился в номере отеля. В том же номере оказывается один из главных героев, который также провел в тюрьме почти всю жизнь. И там и там образ человека, который не нашел себе места на воле. Да, в реальности такое совпадение маловероятно, но насколько же маленькая деталь преобразила смысл места? Она намного глубже доносит весь ужас ситуации без демонстрации неприглядной сцены повешения. Вот именно такое мышление через детали заставляет локацию говорить. Истории в пространствах помогают быстрее принять ментальную модель игрового мира. Вот в обычной жизни вы приезжаете в новое для себя место и нужно несколько дней, чтобы хотя бы как-то привыкнуть и начать ориентироваться. А в играх, чтобы ускорить процесс вхождения, нужно расставлять события как можно плотнее. Марк Браун в своем эссе «Маленькие и большие миры» как раз и говорил о подобном на примере Deus Ex, где на нескольких улицах столько деталей, что не надоест за 50 часов геймплея. Конечно, на уровне важно направлять игрока с помощью препятствий, расстановки, триггеров, визуальных маркеров, звука. Но ментальная модель заставит действовать игрока, как будто бы он другой человек, чтобы он начал задумываться, как и какую дверь открыть, как лучше пройти, чтобы не попасть под огонь, как надо вести себя, чтобы выйти с вражеской территории. Вот для таких моментов и приходят на помощь референсы, они неразрывно связаны с ментальной моделью. Это просмотренные фильмы, другие игры, фото, какие-то узнаваемые визуальные образы. Это те вещи, которые не доносятся напрямую в туториалах и подсказках, но игрок воспринимает их неосознанно. И речь не о копировании. Лена Кондрашина описала этот процесс как отбор самого интересного. На какой-нибудь фотографии подходящий силуэт, где-то на улице текстура, какой-то предмет интересно освещен. После все эти штуки собираются, фильтруются и получается итоговая картинка. И, естественно, она ограничена сеттингом и поставленной задачей. Но, как всегда, есть нюанс. Чтобы эффективно работать с ментальной моделью, нужно очень хорошо чувствовать культуру своего времени. Например, когда вышел первый айфон, людям была привычна модель телефона с кнопками, и появление такого устройства с тач-интерфейсом не было особо привычным и понятным. Поэтому в тот период был так популярен скевоморфизм. Он имитировал привычную модель взаимодействия со смартфоном, с объемными кнопками. Сейчас же тач-интерфейс стал привычной ментальной моделью, и он уже не требует таких усложнений. Я к тому, что нужно всегда тестировать и получать фидбэк от игрока, собирать разные сценарии использования вашей сцены или уровня, понять, как добавить больше узнаваемых признаков для человека вашего времени. Вот попробуйте сейчас поиграть в некоторые игры 90-х, они по-прежнему классные. Но порой из-за тех же визуальных решений в каких-нибудь зельдах вы будете биться над головоломкой лишний час. И это не будет того стоить, вы просто уже не в том времени. Хотя игрок приходит в готовое пространство с выдуманной историей, он может оставить там след. Так он почувствует прогресс, это выражается во всем. Открываете ли вы дверь, разрушаете, расставляете ловушки, устилаете землю трупами. Хорошее пространство после вас тоже расскажет историю, как минимум, историю вашего пути. В нашем недавнем интервью Лена Кондрашина рассказала, что когда она работала над мором, в одной из сборок домов, где играют городские дети, она поставила фонарик. Посреди бедного дома, в истязаемом болезнью городе, он отбрасывал на стены приятный свет через прорези в форме достопримечательностей города. По ее словам, идея пришла ей, когда она вспомнила похожие моменты из детства. И геймдизайнеры докрутили сцену, придумали для фонарика квест. Его нужно починить, чтобы он заработал. Это маленькая деталь, но оживляет момент. На самом деле, как бы кому не хотелось живую симуляцию мира в играх, самые запоминающиеся истории те, которые игрок приводит в движение. Они собираются вручную и ждут, когда он придет. Отсюда вытекает следующее. Игрок должен ощутить свою значимость в пространстве. Однажды в каком-то месте вам скажут, вернись позже, с лучшим снаряжением и способностями, либо обратись за помощью к другим игрокам. Место будет дразнить вас, возбуждать аппетит. Но когда игрок наконец найдет ключ или преодолеет препятствия, пойдет дальше, он почувствует себя более нужным этому миру, потому что именно он подтолкнул его вперед. В привычном смысле в игре время не влияет на пространство, но его искусственно заменяют ваши действия и развитие способностей. Способности регулируют время, они регулируют ваш темп. Допустим, вы не можете попасть в какую-то часть локации без усиленного прыжка, а это значит, что не будет момента, когда вы присытитесь картой на раннем этапе, и вам будет нечем заняться. Но раз какая-то локация недоступна, надо опять же понять причины, почему она где-то наверху, почему вы попадаете в нее именно так и так далее. Все нужно обосновать. Другая зависимость от времени — это работа с триггерами. Например, какой-нибудь коридор нужно сделать длиннее, чтобы успеть прослушать разговор по кодеку. Или с вашим напарником, и чтобы это не сбивало темп. Конечно, все зависит от поставленных задач. Где-то нет смысла прорабатывать детали, если это не особо повлияет на восприятие, допустим, в динамичных играх. Где-то на это нет денег и времени, а где-то тот, кто дает задачи, уже придумал картинку за вас. Вам только остается снять ее с его набросков. А вообще, бывают и случайности. Все тот же мор. Лена рассказала, что как-то посмотрела фильм и в свободное время создала сцену на движке, где поставила невесту на фоне треугольника. Сделала скриншот и закинула на рабочий стол. Руководитель айспик-лодж Николай Дыбовский увидел это, образ ему понравился. И в итоге Лена собрала серию кат-сцен для Мора в таком стиле. А на этом у меня все. Подкиньте в комментарии, какие темы по геймдеу вам было бы интересно послушать. А также вспомните особо впечатлившие лично вас локации, сцены или маленькие истории на уровнях. И кроме того, помните, чтобы создавать свои, нужно поучиться геймдеу на практике. У нас на очереди два курса. Один по моделированию драфтпанк, другой по левел-дизайну аутблок. И там и там преподают практикующие ребята из геймдеу и кино, причем программы построены необычно. Например, аутблок так вообще построен на геймофикации. Кроме того, в нашем паблике и телеграм-канале каждый день выходят оригинальные статьи об индустрии. Мы общаемся со специалистами индустрии и переносим их опыт в текст, чтобы материалы были более точными и информативными. Да и сами делаем всякие разборы механик, дизайна, даже кино. Там интересно, правда. А с вами был Алексей Луцай и Игорь Максимов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok